Читать АИФ. Сегодня у нас в гостях Александр Иосифович Пасхавер, президент Центра экономического развития. И начинаем с вопросов, которые поступили на наш сайт. Первый вопрос задает Александра Кононова. Что может стать толчком к кризису? Говорят, что виноваты в первую очередь товарные пузыри. Какие сейчас есть пузыри, где непомерно раздуты цены? Ну, на мой взгляд, то есть не на мой взгляд, а на общий принятый взгляд, виноваты как раз пузыри в кредитной сфере. То есть было слишком легко давать кредиты, не было соответствующего контроля. Кроме того, были созданы инструменты, вторичные инструменты финансовые, которые, ну, как вам сказать, мешали людям оценивать риски. И людям, и профессионалам. И нормальное поведение в финансах, это когда каждый участник этих процессов может оценить свои риски. Вот это привело в конечном счете, в конечном счете, за всем это встречалась жадность. Все хотят потреблять больше, чем они зарабатывают. Вот, в сущности, природа кризиса такова. Как только начинается развитие, люди готовы употреблять больше, чем они зарабатывают, консенсация вот окончается кризисом. То же самое было и здесь. Затем, после этого уже начинают расти цены на товары и так далее. Ну, вот, это ответ на вопрос, я думаю. Там еще не сказали, а второй же не говорится, нет? А второй во мне нет. Потом, следующий вопрос. Не знаю, я просто хотела уточнить, по-моему, там не было таких вопросов. Это там мы говорим о 2008-м? Да. А сейчас? И не только о 2008-м. Сейчас продолжается. А полутора десятков кризисов, которые бывали раньше, ну вот, в частности, последние 2008-м. Надо отметить, что для Украины это первый кризис ее рыночной экономики. И это создает определенное настроение у населения. Им кажется, что что-то катастрофическое происходит. Во-первых, в период любого кризиса есть тысячи любителей страшилок. Всегда, во все времена. Которые утверждают, что вот это как раз последний уже кризис, апокалипсис. Поэтому не надо слушать этих людей. Во-вторых, когда для нас всех это первый кризис рыночной экономики, то кажется, что это катастрофа, потому что мы никогда не испытывали этих циклических колебаний, нормальных циклических колебаний рыночной экономики. В основе которой, я уже говорю, лежит человеческая жадность. Неумение планировать свои расходы. И в среднем, каждые 10 лет такие кризисы случаются. На самом деле, таких видов кризиса несколько. И когда некоторые виды кризисов соединяются, то они становятся более прожительными, более сильными. Сейчас говорят о том, ученые, что кризис, связанный с большой волной, технологический кризис, тоже мы находимся в его периоде. И это значит, что восстановление экономики происходит более тяжело. Когда наступят времена, связанные с активным техническим развитием, то есть новый технический уровень будет достигнут, какие-то открытия создают колоссальные импульсы к развитию, тогда и сами кризисы станут более быстротекущими. И длительность позитивного, части, так сказать, цикла, будет дольше. Вот поэтому у нас такое вялое течение кризиса. Добрый день, Примария. Представьтесь, пожалуйста, задавайте Ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Карина. Я из Киева. Здравствуйте. Да, да. Вы слышите, да? А, хорошо. Александр Иванович, то у нас такой жительский общественный, небольшую экономику, у нас, вот, в нашей семье, как у любых других маленьких ухоинцев, есть немножко сбережение. Так вот, учитывая вот эти процессы, которые нам торгодируют, в какой лике лучше всего хранитель, евро, доллары, гривни, швейцарные франки, там, вы можете золото купить, ну, какая валюта самая стойкая? Ну, стандартный ответ в таких случаях... Алло. Да, 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 вы слышите меня? А, вот так. Стандартный ответ в таких случаях это хранить в двух или трех валютах. Тогда Вы просто ничего не теряете. Например, если гривна, скажем, дешевеет, тогда дорожают Ваши падшенью гривни, Ваши запасы в долларе. И наоборот. То есть, это то, что называется хеджирование. Вы никогда ничего не теряете. Вы ничего не приобретаете. Потому что в любом случае эти колебания просто сводятся к нулю. Я думаю, что для обычного человека это наилучшая форма сохранения. Более общее соображение, что там лопнет доллар по отношению к золоту, это уже рассуждение для очень богатых людей. Знаете, если лопнет доллар, то вся... Швидкое слово лопнет доллар, это еще большой вопрос, что это значит. Но, например, если цены на золото взвинтятся, ну сколько Вы будете этого золота иметь? Во-первых. Во-вторых, золото не так ликвидно, как деньги. У Вас будут проблемы затем с его ликвидацией. В-третьих, пузырь золотой возникнет, Вы можете потерять на этом. Вы не знаете, как использовать свое золото, покупать, продавать. Поэтому для человека, имеющего небольшие сбережения, на мой взгляд, это экзотика. Золото, а что касается швейцарских франков, это тоже экзотика. Это тоже экзотика. Вот Вам мой такой ответ простой. Значит, я хочу сказать, что я именно так и держу деньги. Я знаю. Но, если многие, тем не менее, покупают золото, причем, ну, и не пунктики, как с клинки, а именно ювелирные украшения. Это вообще... Ювелирные украшения, это просто ошибка. Ошибка, да. Да, как раз, потому что они покупаются как ювелирные украшения, а продаются как лом. И поэтому это просто себя обеднять с... Опять же, если Вы очень богатый человек, коллекционер редких драгоценностей, то тогда Вы разбираете в этом... Это рынок специфический для профессионалов. Поэтому такого рода, если простой человек покупает, он просто заведомо теряет. Заведомо теряет. Ну, Вы-то знаете, какое дело. Сколько там денег и слиток на отбегание, и если бы тебя слиток не выкатывает... Слиток... Вы же должны понять. Вот сейчас золото резко растет в цене. Когда-то оно упадет. Некоторые утверждают, что оно никогда не падает в смысле в долгосрочном плане. Но Вам-то это не важно. В какой-то момент Вам придется его продавать, и в этот момент оно упадет. Ну да, я могу сказать, что и цены на недвижимость в конечном итоге за столетия растут. Но Вас же это не волнует. Вас волнует конкретный момент, когда Вам приходится... Тактика людей с трудовыми сбережениями, тактика людей с накопленными капиталами принципиально отличается в смысле сохранения. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Алина. До свидания. А скажите, пожалуйста, соотношение как-то меняется? То есть в трех валютах, а может быть... Или разумнее всего треть... Как по мне, то я держу в двух валютах, а не в трех. Ну, не евро я не трогаю. Я Вам скажу, что мне... Я не специалист в этом деле. Я такой же потребитель, как вот эти спрашивающие товарищи. Мне сказали, что валюта, которая, за которой не стоит государство, за которой не стоит централизованная регулируемая экономика, она по определению неустойчива. Вот приблизительно. Это не значит, что нынешние правители Европейского Союза не сумеют преодолеть кризис и таким выйдут на централизованное регулирование экономики. И тогда мы будем говорить о евро, да. Я поняла. Пробуем дальше. Тогда Маргарита Разгон, город Житомир. Мы на работе играем в известную еще с советских времен черную кассу, когда люди сбрасываются каждый месяц с зарплаты по энной сумме, и отдают одному человеку, потом в следующем и так далее. Ты становишься счастливчиком раз в полтора года. Моя очередь придет в мае 2012-го. В связи с надвигающимся кризисом стоит ли продолжать играть? Ведь деньги обесценятся наверняка. Может их стоит индексировать или лучше выйти из игры? Как это сделать? Потребовать, чтобы люди, получившие в свое время мои деньги, отдали их обратно? Сложно. Это там какой период у него? Год должен ждать, да? Так. Сбрасываться каждый месяц с счастливчик раз в полтора года. Раз в полтора года. Но вы ответили на этот вопрос. Если колебания вполне могут быть, если вы в гривнах, колебания могут быть, и полтора года – это достаточно большой срок. Вы, небось, деньги в банк на полтора года не несете? Это то же самое. Поэтому в таких случаях вы риск девальвации берете на себя. Дальше это ваш выбор. Это ваш выбор. Ну, пробуем дальше тогда. Кристина Кейт. Александр Иосифович, как вы смотрите на возврат Украины к золотому стандарту? Уже идет речь о выпуске гособликаций, подтвержденных золотом из госрезервов. Это еще один шаг к обеспечению гривны золотом. Как вы вообще относитесь к инвестициям в золото? Ну, я только что говорил об инвестициях в золото. А возврат к золотому стандарту. Золотой стандарт, если я не ошибаюсь, в 70-х годах был отменен в международных расчетах. Я не думаю, что Украина может и имеет возможность сама восстанавливать золотой стандарт. То есть свободно. Оно и так, золото будет свободно, но оно не является предметом для международных расчетов. Поэтому я думаю, что развитие международной экономики и международных финансов пойдет по пути создания международных денег, коллективных каких-то денег для расчетов. А к золоту мы не вернемся, потому что золото ограничено и все дело в том, что оно ограничивает возможности развития мировой экономики. Что касается, я тут надо еще уточнить, что имеется в виду у человека, который спрашивает. В каком-то смысле для него лично золотой стандарт существует. Вы всегда можете обменять ваши деньги на золото и потом продать золото. Только помните, что покупка и продажа должа – это расходы, и не такие маленькие. Поэтому, я уже говорил, что для людей небогатых это далеко не лучший путь сохранения денег, сохранения сбережений. Но есть другие пути сохранения сбережений. Например, сейчас, если у вас есть возможность, то можно купить квартиру. Они сейчас находятся внизу. Интересно. Все-таки не могут еще спускаться, несомненно. Секундочку, секундочку, сейчас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, Прималиния. Представьте, задавайте ваш вопрос. Я, Марина, я хотела бы, Александр Ильич, задать вам вопросик. Можно? Да, да. На мой взгляд вопрос. Вот скажите, пожалуйста, по поводу пустогрена. Вот стоит ли нам бояться, что кожа линия ухлит? Вот тут, как я чувствую, жизнь на мозг денежная. Но предыдущие постоянно обсуждаются, то есть, на моей памяти, я вижу, что там может подражаться на случай. Я понимаю, да. Какое возражается? Во-первых, почему вам бояться? Может, я не знаю, слышали бы с самого начала. Мы уже обсуждали вопрос, что делать, чтобы не бояться, что курс гривни рухнет с точки зрения. У вас какие могут быть проблемы? У вас могут быть проблемы, что у вас сбережения в гривне. И у вас могут быть проблемы, что вы взяли кредиты в долларах. Вот приблизительно такие проблемы. Больше я не знаю. Если в другом случае курс гривни рухнет, то да, и у вас могут быть проблемы с тем, что вы начнете покупать импортные товары, которые подорожают. Ну, вот, гривня была введена в 96-м году. Она тогда стоила 1,6 гривны стоила доллар, а теперь 8 гривен стоит доллар. Поэтому мы можем, я могу так сказать, что ваш вопрос содержит вполне реальную, в нем есть вполне реальная опасность. Да, гривня неустойчива. Хотя государственные власти говорят, что она устойчива, и это правильное утверждение государственных властей, потому что они не могут говорить ничего другого. Если мои слова ничего не значат, то их слова сами по себе вызывают панику. Тут надо очень хорошо понимать, что всякое заявление государственного деятеля о том, что гривня неустойчива, это есть абсолютно, я бы сказал, это должностное преступление. Теперь в отношении того, когда может ли это произойти. Ну, наша экономика слабая, недиверсифицированная, недиверсифицированная, то есть в ней нет множества производства таких товаров и услуг, которые нужны миру. Она упирается, устойчивость нашей экономики упирается в несколько экспортных товаров, в частности в сталь и в предметы общей химии и зерно. И, конечно, такая недиверсифицированная, сделать ее очень неустойчивой. И в случае кризиса, центральный банк и министерство экономики, если там сидят разумные люди, могут в какой-то степени скомпенсировать негативные воздействия кризиса, но в очень слабой, настолько слабой, насколько слаба наша экономика. Поэтому, если кризис захватит нас, самое простое индикатор кризиса – это падение цен на сталь. Вот, каждое утро, если посмотреть, если цены на сталь растут, у нас сегодня хорошо. Если цены на сталь падают, нам плохо. Поэтому, если цены на сталь резко упадут, то, несомненно, вероятность того, что грим на этого не выдержит, достаточно высока. Спасибо большое, Владимир. А можно обращать вопрос по второй волне кризиса? Сейчас мы с вами ставим очень много института, которые говорят на эту тему. Что-либо ее ждать? И как на эту угрозу сейчас могут приводить паспорт? Что-то понятие первое, и те проблемы, которые были? Да. Я хочу подчеркнуть вам, как вы сами правильно говорите о втором кризисе, о второй волне кризиса. То есть, речь идет о том же самом кризисе. Это значит, что регулирующие органы крупнейших стран, финансовые органы, не договорились об адекватных методах компенсации тех несообразностей, которые возникли в финансовой системе. Дело в том, что жадность человеческая вызывает в жизни постоянные новые и новые финансовые инструменты, неконтролируемые. И это как война, знаете, есть средства вооружения, есть средства обороны. А затем соответствующие страны, они создают средства контроля над этими инструментами, с тем, чтобы они не разрушали экономику. Так вот, похоже, что мы за то время, которое могли бы договориться, крупнейшие страны, они не сумели договориться. То есть, вторая волна кризиса вызвана, скорее, я бы назвал это кризисом доверия между этими странами, между регуляторными органами этих стран. Поэтому большинство этих стран, уже руководители этих стран, высказалось в том смысле, что вторая волна кризиса вполне вероятна. Ну, я знаю, как вы будете ее ждать, стоит просто спокойно жить. Причем, вот это к нам, я уже говорил о том, что мы очень напуганы кризисом. Я вам так скажу, что ближайший, судя по голосу, человек не старый, а молодой. Так я вам хочу сказать, если вам предстоит прожить 5-50 лет, предположим, то, по крайней мере, 5 раз вы переживете такие кризисы. А, вот так вот, да? Да, так что будьте спокойны. Спасибо вам большое, спасибо вам. Всего доброго, до свидания. Ирина Анатольевна из Киева спрашивает. Добрый день, скажите, как вы относитесь к предложенному парламенту варианту пенсионной реформы? Мнения разные, одни говорят, что она нужна, другие, что такой вариант ничего не решит. В каком же виде она должна быть принята? Там, в проекте этого закона, если говорить о центральных направлениях, там есть много направлений реформы, только основное внимание уделено процессу, которым реформой назвать нельзя. Но там также есть политики, вот этот тезис политики, на нем оппозиционные политики акцентируют, но там есть и разделы, связанные с действительно реформой, то есть со вторым уровнем, значит, накопительным уровнем пенсионного обеспечения. Это действительно реформаторство, и я считаю ошибкой власти в том, что они каким-то образом, может быть не по своей воле, сосредоточили внимание людей, в общем, на совершенно техническом моменте, связанном с тем, что солидарная система сама по себе, ее доля должна уменьшаться, а в связи с тем, что та финансовая пирамида, которая представляет собой солидарная система, в которой нарастающее число молодых людей легко содержит меньшее число пожилых людей, когда у вас, когда население растет, ее существование закончилось. Поэтому по неволе приходится, как временную меру, увеличивать возраст для того, чтобы не уменьшать пенсии. Это техническая временная мера, и которая, может быть, перестанет быть такой остров, когда доля накопительной системы будет возрастать. Но ошибка властей в том, что вместо того, чтобы акцентировать внимание людей, именно на накопительной системе, конструировать вот таким образом, чтобы люди понимали, что речь идет об их деньгах, что это есть форма наиболее удобного сохранения денег на старость, удобнее, чем в банке. И нужно продумать такую систему таким образом, чтобы это было действительно удобнее и надежнее. Вот на этих двух вещах надо было сосредоточиться. И тогда это была бы пенсионная реформа. Я не хочу сказать, что там этого нет. Но акцент поставлен не на это. И вот это называется технократическим подходом. Вообще наша нынешняя власть очень страдает этим подходом. Когда ты управляешь страной, нет чисто экономических решений, нет чисто технических решений. Все решения социальные. А если ты этого не делаешь, то возникает подозрение, что ты не очень любишь людей. Поэтому каждое движение правительства должно быть социальным. Вот в этой реформе это не произошло. Не вопрос в том, что там не затронуты нужные процессы. Все, что сделано, сделано по необходимости. Ничего другого невозможно было сделать. Но это сделано, ну как бы вам сказать, без уважения к нам. Примут ли я в таком виде или нет? Примут, примут. Примут в любом случае. Примут. Я говорил об этом, вот все, что я сейчас сказал, и говорю автору. Ну главному политику, с которым ассоциируется эта реформа. Понятно. Олег спрашивает снова к теме золота. Возвращаемся. Почему сейчас происходит такой серьезный скачок цен на золото? Ну мне кажется, я так долго об этом говорил. Но золото это просто... А почему золото? Золото это один, одна из тихих гаваней в беспокойной экономике. Вовсе я думаю, что если Олег проследит цены на марки, на бриллианты, на дома, в местах, в центрах мегаполиса, то он увидит, что все это растет. Все тихие гавани, какие только есть в мире, когда существует беспокойство в отношении наличных денег или отечественных валют, они все, их цены начинают расти. Просто золото самое популярное из таких тихих гаваней. Просто я так понимаю, именно сейчас. Именно сейчас, потому что мы об этом говорим. Потому что уже руководители крупнейших стран мира заявили о том, что весьма вероятно вторая волна прилиса. Но так было бы странно, если бы она не росла. Я так понимаю, снова возвращаемся к курсам. Уважаемый Александр Иосифович, Ольга Дулянова спрашивает. Помогите, пожалуйста, принять правильное решение. Есть немного свободных денег. Родственники очень просят одолжить на полгода. Какой валюте лучше всего им давать? То есть не брать, а давать. И вообще, как по вашим прогнозам останутся через 6 месяцев, гривна, доллар, евро, рассматриваем все варианты. Деньги деньгами или превратятся в фантики? Речь, конечно, не идет о том, чтобы заставить мои 5000 долларов что-то заработать за это время. Ведь родственники близкие. Надо помочь. Но что они потом не смогут отдать? Вот вы правильно сказали. Родственники близкие. Вы хотите им помочь. Это не сделка. Значит, вы просто должны понять, кто берет риск на себя. Например, если вы им даете гривни, то риск от девальвации возможной гривни, то есть удешевления гривни, уберете на себя. Если вы требуете, чтобы они вам отдали в долларах, то риск от девальвации гривни вы кладете на них. Но это зависит от того, какие у вас отношения, вы к ним по количеству относитесь, или они равны вам, какие родственники. Но если уже так играть в эту игру, то вы можете выслушать мои предыдущие ответы, вы можете просто для того, чтобы вы хотите сказать, я не хочу на вас выиграть, я не хочу брать риск только сама. Дайте им пополовину, половину гривен, половину в долларах, и вы получите равные риски. То есть вы вместе будете рисковать. К вопросу о том, в какой валюте давать банки и валютное кредитование, как вы считаете, вернется, робко так поднимался этот вопрос снова, потом чуть-чуть других, вернется целесообразно или нет? Видите, доллар играет в нашей стране экстраординарную роль, то есть он является валютой-гарантом. Я думаю, что это связано объективным образом с тем, что наша экономика, о которой я уже говорил, она слаба и неустойчива. Просто банки заинтересованы в том, чтобы клиенты у них были, поэтому они дают такую услугу, как кредитование в долларах. А кредитование в долларах, людям кажется, это более устойчивая валюта. Но вот как раз кризис показал, что кредитование в долларах, это значит, что риск девальвации люди взяли на себя. Поэтому люди этого не понимают, поэтому центральный банк требует, чтобы такого кредитования не было. Но это ограничение свободы в каком-то смысле и людей, и банков. Будет ли это восстановлено? Я думаю, что в текущем плане, может и будет, но в долгосрочном плане, если уже говорить о благоприятных прогнозах, то по мере роста устойчивости экономики, ее зрелости, эта проблема уйдет сама собой. Мы будем пользоваться в рамках нашей страны, своей валютой. Добрый день, прямая линия, представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый день, я из Киева. У меня вопрос к Александру Пасхага. Пожалуйста, пожалуйста. И вот летом Кабмин и президент говорили о том, что будут предприниматься антиклинические действия, и перед Украиной стоит новая экономическая угроза. Сейчас говорят, что кризис в Украине не грозит. Когда непонятно, что это за антиклиничные меры. И вообще, эти меры на данном деле предпринимаются? Что это вообще такое? И если эти меры предпринимаются, то как они отвечают на то, что было в 2008 году? Я думаю, что вопрос о том, что кризис в Украине не грозит. Такое заявление может быть связано с какими-то внутренними причинами, которые вызывали бы наш отечественный внутренний кризис. То есть, если банк центральный и правительство совместно ведут себя разумно, то девальвация кризиса на фоне спокойной мировой экономики не происходит. Ну, скажем, у нас есть свои внутренние причины для кризиса. Предположим, у нас отрицательный торговый баланс. И при том растущий. К нам не идут инвесторы. Это связано с плохим инвестиционным климатом. Инвестиционный климат связан с неблагоприятным целым рядом факторов. На мой взгляд, самый главный неблагоприятный фактор – это коррупция. Коррупция, причем коррупция, я бы сказал, агрессивная. Коррупция, которая заключается в монополизации целых отраслей ради интересов тех или иных лиц. Это очень опасная тенденция. Она, в принципе, ведет к самостоятельному внутреннему кризису. Так вот, когда правительство заявляет, что кризис, они принимают антикризисные меры, то, в принципе, это говорит о том, что они ведут сбалансированную банк монетарную политику, правительство борется, скажем, с коррупцией и улучшает инвестиционный климат. Чего я не вижу. Поэтому, если бы это было, то мы бы говорили, да, правительство ведет не только антикризисную политику, вообще, что такое антикризисная политика? Каким образом мы боремся с болезнями? Для того, чтобы лучше всего бороться с болезнями, надо, чтобы организм был здоров. Это, в целом, разумная экономическая политика, она же является антикризисной, если речь идет о внутренних факторах. Что касается внешних факторов, то я уже говорил, если цены на сталь, скажем, упадут, мы очень слабая экономика, то, или там, предметы общей химии и продукты, или на зерно, что последнее вряд ли, то никакие усилия правительства нашей страны не смогут предотвратить кризис мировой. В мировом кризисе мы будем участвовать, тут нет никаких проблем. Но если у нас есть внутренние факторы кризиса, то этот кризис будет тяжелее. Да, вот в кризис 2008 года мы были чуть ли не чемпионами по падению производства. Это говорит о том, что помимо мирового кризиса, помимо общей слабости нашей экономики, существовали внутренние факторы кризиса. Вот давайте разделим это дело. Что касается борьбы с мировым кризисом, это знаете ли, это как сказать, что маленькая суденышка, но с ним ничего не будет в условиях шторма в океане. Это совершенно бессмысленное заявление. И, как правило, борьба с кризисом заключается не в том, чтобы остановить его действия в рамках одной страны. Кризис настолько мощнее, чем все возможности любого правительства, и даже всех правительств вместе взятых, что это просто дыхание экономики мировой. Знаете, вдох и выдох. Что это сделать невозможно, и, как правило, правительство каждого страна сосредотачивается не на этом, а на какое-то демпфирование, амортизации социальных последствий, которые могут быть очень тяжелыми. А что касается некоторых неграмотных действий, направленных на сохранение тех или иных объектов, то за исключением объектов, которые играют очень важное социальное значение, например, так как в США были сохранены гигантские ипотечные организации, которые могли бы создать критические социальные явления, их развал. А просто спасать какие-то свои предприятия в своих отраслях, то это занятие не просто бессмысленно, а вредное. Потому что кризис, одна из позитивных сторон кризиса заключается в том, что кризис оздоравливает экономики, он выводит из экономики наименее эффективные предприятия. Это очень важное позитивное значение кризиса. Второе позитивное значение кризиса, это он учит всех людей, производить дешево, всех тех, кто производит. Это тоже очень важно, он такой стимулятор повышения эффективности. Поэтому, когда деньги, особенно государственные деньги, направляются на спасение тех или иных объектов, то, во-первых, это экономическое преступление, во-вторых, это, я бы сказал, в отношении этих объектов, им оказывается дурная медвежья услуга. — Ясно. Спасибо большое, что не порадовали. — Не порадовал? Извините. Знаете, если вы живете возле океана, я не могу вас порадовать, что штормов не будет. Нет, так я не могу порадовать. — Ясно. Удачи вам, всего хорошего. — Спасибо. — Пожалуйста. — А состояние сейчас, в 2008 году, там у многого человека прозвучало просто. Разница есть? — Разница большая. — Большая? — Конечно. — Уже лучше. — Нет. Ну, если это вторая волна кризиса, и если ничего экстраординарного, а у меня нет ощущений, я уже говорил, что, как правило, идея о том, что что-то экстраординарное, это обычно либо непрофессионалы, говорят, либо профессионалы с левыми взглядами. Вот профессионалы с левыми взглядами очень любят предсказывать катастрофу капитализма, их конец и так далее. Но если это вторая волна кризиса, и это бывало не один раз, то она будет слабее, чем первая волна кризиса. Она может быть тягучей. То есть, может быть, даже вообще падения производства не будет, а просто будет нулевой рост. То есть, прекратится рост. И я уже говорил, что правительство тех стран, которые определяют финансовую атмосферу мира, это будет их стимулировать, их уже стимулируют, к тому, чтобы выработать определенные общие правила регулирования тех финансовых инструментов, которые пока и приводят к перегреву экономики. У меня еще вопрос. Еще раз вам, ну, тоже, когда про первую волну кризиса, вы говорили, что мы достигли дна, что Украина достигла с того дна. Вы говорили позитивным, потому что уже дальше еду там падать. Скажите, на теперешнее время, если там дно не увеличилось, вы знаете, вот сама, это хороший вопрос, в том смысле, что сама идея дна, она воспринимается очень механически, как будто это хуже не может быть, и вот мы достигли. Во-первых, хуже может быть всегда. Так что, но не в связи с тем, что, знаете, мы разваливаемся, и вот достигли какого-то странного дна, дальше разваливаться невозможно. Нет, дно это значит, что кризис дает сигналы всем участникам экономического процесса, кстати, и нам тоже, мы тоже участники экономического, как потребители, стать дешевле. Вот кризис говорит, вы должны стать дешевле. И достичь дна, это значит, что все эти миллионы участников производства вышли на уровень, когда они могут, значит, некоторые из них вышли вообще из экономики, то есть производители, когда они могут в этих условиях получать прибыль. Все, кризис достиг дна. Вот это и есть достижение дна. После этого начинается оздоровление, когда вот эти сигналы приняты, они восприняты, миллионы участников производства адаптированы, убытки, я бы сказал так, локализованы, там, где от них нельзя избавиться, и кризис прекращается. Это стандартное течение приза. Знаете, достичь дна, это как многие, когда я в свое время сказал, через там, где-то в феврале 2009 года, что кризис прекратился, поскольку прекратилось падение, то ко мне были большие претензии, поскольку говоришь, экономика очень больна, о чем вы говорите. Но кризис, это как в болезни кризис. Когда человек пережил кризис, он идет на улучшение. Он еще может быть год, очень слабый, у него могут быть рецидивы, но он уже идет на улучшение. Вот приблизительно то же самое кризис достигла. Пробуем дальше. Валентина Венера. Ваш прогноз на ближайшие 2-3 года, в зависимости от результатов выборов ВС Украины по экономическому развитию Украины. Ваш прогноз по экономическому развитию, в зависимости от результатов. Вы знаете, вот этот прогноз не связан с экономическим развития, не связан с процессами в экономике. Он скорее связан с нашими общими процессами политическими. Наверное, нам всем известно, что мы хуже всех наших соседей в экономике. Если наши соседи на протяжении 2000-го, от 2000-го до 2007-го года, разные соседи по-разному, достигали уровня 90-го года, то мы до сих пор наше производство это практически на 2 трети уровня 90-го года. У нас бедность работающих, это такая одна из самых ярких характеристик плохой экономики, бедной экономики. У нас на уровне нехороших африканских стран международные рейтинги, свободы экономики, инвестиционного климата, коррупции. И прошло 20 лет. И при этом прошло, наверное, 15, я не знаю, правительств, 4 президента. Ничего особенного не менялось. Экономика... Ну, мы остановили только... То есть, при президенте Кучме остановился этот страшный кризис-развак, который был связан с развалом Советского Союза, но экономика не стала ни сложной, ни устойчивой. Я бы сказал, скорее прошла, может быть, естественная, это длинная история, деиндустриализация. Но так или иначе, мы худшие среди всех. И это и есть вопрос. Вот что значит прогноз на ближайшие 2 года. Является ли эта власть чем-то принципиально отличающейся от предыдущих там властей? Я этого не вижу. Я этого не вижу. Я вам скажу, для того, чтобы понять, когда произойдут принципиальные перемены, надо немножко углубиться в историю. Нашу историю, 20-летнюю. То, что мы переживаем сейчас, можно назвать перехода от социализма к капитализму, мы обязаны назвать революцией. Просто по определению смена общественного строя это революция. Но во всех буржуазных революциях, которые бывали в 19-м, ну там, начиная с 17-го века, была простая закономерность. Сначала народился класс людей, которых не устраивали феодальные нормы. Они хотели больше свободы, они хотели большего равенства перед законом. И когда их мощь нарастала, они срывали эти оковы и создавали свой струн. Такое, это далеко не веселое, далеко не мягкое зрелище, но во всяком случае, так протекали все это ужасные революции. Особенность Украины заключается в том, что эта революция, смена общественного настроя, протекает без субъектов. То есть, по внешним причинам. То есть, у нас нет слоя самостоятельных, самодеятельных людей, которые сами зарабатывают себе деньги, у которых есть инстинкт предпринимательства, которые были бы с самого начала, начиная с 91-го года, заинтересованы в этом процессе, которые были бы инициаторами этого процесса и придавали бы ему целенаправленности и энергетику. Таких людей не было. Это был внешний фактор. Поэтому, на мой взгляд, на фоне всех наших неудач, я бы сказал, важнейшим процессом, который я считаю позитивным, является формирование такого класса людей. не было слоя людей, а он формируется. И таких людей миллионы. И главное, чего мы должны ожидать, это, и то, что происходило во всех странах, только не быстро, это процесс консолидации этих людей, осознания себя, как слоя, у которого есть общие интересы. И тогда автоматически эти люди вот придают целенаправленность и энергетику вот этого процесса модернизации страны. И тогда в их среде в обязательном порядке выдвигаются талантливые политики. Они не обязательно моральные люди, герои буржуазных революций не являлись моральными людьми, но они служат этим интересам, они их воплощают, они проходят через их личность эти интересы. интересы модернизации страны. И как только этот процесс консолидации завершится, а это вопрос не такой уж долгий, потому что класс большой, мы видим уже некоторые первые проявления, тот же Майдан, скажем, второй Майдан налоговый. И тогда я не сомневаюсь, что будут выгнены новые поколения политиков, которые в частности и будут менять нашу экономику, изменят наши негативные рейтинги. До тех пор, пока это не произошло, наша экономика будет такой, как и она есть. Поэтому мой прогноз, да, но это будет, это уже видно, но мой прогноз на ближайшие полтора года такой, что ничего особенного не изменится, потому что я не вижу никаких, я скорее вижу опасные тенденции, тенденции монополизации, коррупционной монополизации экономики. Единственное, что бы я хотел напомнить тем, кто занимается такой монополизацией, то есть нашей властью, что создание сверхмонопольных структур крайне неустойчивое дело, и сверхмонопольные структуры, они долго не существуют. Поэтому это дело неудачное, и кончится оно плачевно для тех, кто эти структуры создаёт. Прогноз хороший. На будущее, на ближайшие 10-15 лет, но не на полтора года. Пока что нет звонка, дадим ещё резерв 3-4 минутки, и я с позволения тебе вопрос задам. Прозвучало по поводу квартиры. Любимая наболевшая тему всех, недвижимость. Сейчас просто очень трудно найти истину, кто играет на повышение, кто играет на понижение, поэтому к вам. Она будет дорожать? Или она будет дорожать? Нет, но пузырь, который был, он лопнул, пузырь, а колебания возможны. Но ваш вопрос очень тесно связан с моим пространным историческим монологом, который я так что произнес. Если квартиры стоимость квартир связана с успехами экономики. Если мы будем находиться в таком, я бы сказал, гнилом положении, то не исключено, что квартира будет еще дешевле. Это связано просто со спросом. На них инвесторы, я вам скажу, что есть прямая связь, инвесторы, стоимость квартир. так что сказать, что будет в текущем периоде, это очень трудно. А вот прямая линия, представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, меня слава, я не ленка, и я хотела задать несколько вопросов, если вы можете чуть-чуть задать. Да, да, да. Добрый день, скажите, пожалуйста, как ваше дошказление сейчас достаточно часто начали говорить о протрике 30-й полгнии или же непонятно какой. Даже президент уже обещает ее. Так вот эти обещания могут пропуцировать негодность, которая в 30-й 30-й как-то неудиво сразу становится. Ваше точка зрения? Насколько активно Украина страшна на самом деле? Ну, Украина, я уже тут не один раз говорил, Украина как слабая экономика, я думаю, что ваши ощущения естественны. Когда мы находимся в слабой экономике и в слабом государстве, то, конечно, мы можем ожидать всяких непредвиденных последствий, не только экономических, но и социальных. Надо, между прочим, сказать, что в 2008 году никто этого не обсуждал. Я не думаю, что политика государства была очень такая долгосрочная, продуманная, она скорее была такая импульсивная. Но надо признать, я как экономист должен признать, что никаких катастрофических последствий социальных не было. Банковская система сохранилась, все остальные экономические системы работали. И хотя наша экономика упала сильно, но это было, я говорю, я только недавно говорил, вы, может, не слышали, что деятельность правительства по борьбе с кризисом заключается прежде всего в устранении катастрофических социальных последствий. И в этом смысле я должен признать, что деятельность правительства была, я бы не сказал, что она была красивой или продуманной или стратегической, но она была достаточно эффективной. Катастроф не было. Дай нам Бог и дальше так себя вести. Я только могу вас успокоить и сказать, что кризис даже не будет отражаться так, как он отражался в 2008 году в падении реальных заработных плат, в падении производства. Возможно, речь будет идти о нулевом росте. Тоже неприятно, но все-таки не так обидно. Возможно, и будет девальвация гривны, но тоже не такая резкая. То есть все будет смягчено. Может и так быть, чтобы этого совсем не было. Я уже говорил о том, что это будет значительной внутренний кризис, что мы уже много раз переживали. Это внутренний кризис. Если мы будем вести себя неосторожно, если будем по-прежнему наращивать отрицательное сальдо торгового баланса и платежного баланса, если мы по-прежнему будем вести себя и политически, и экономически непонятно для инвесторов, то тогда независимо от внешнего кризиса мы получим свой собственный кризис. Так что пожалуйста требуйте правительство вести себя разумно, не раздражать инвесторов. У нас такого рода раздражения прежде всего связаны с коррупцией, с усилением коррупции, я бы сказал с увеличением и централизацией и агрессивностью коррупции. До меня доходит, я сам не предприниматель, до меня доходят сигналы постоянно о том, что я бы так сказал, если коррупционеры нашего недавнего прошлого сопровождали предпринимательский процесс и требовали как бы сказать платы за это сопровождение, то нынешние коррупционеры хотят, властные коррупционеры хотят контролировать этот процесс. Это принципиально другое условие, принципиально другие коррупции и она, она, кстати говоря, долго не может существовать, но она может привести вот к этому самому тяжелому внутреннему кризису. Александр мне такое ощущение, что власти не так выгодно моделировать такую идею, что он придет, он случится, все к этому готовят, и на него потом все выгодно. Я не думаю, что это им выгодно, потому что сколько бы они об этом не говорили, и сколько потом они не объясняли, что это они не виноваты, и если речь идет о мировом кризисе, то, конечно, это не они его создали, но население всегда, знаете, кто у власти, тот и виноват, что бы там ни было, поэтому я не думаю, что это выгодно, но есть целый ряд соображений, связанных с тем, что понимаете, нынешняя власть это власть, представляющая крупнейших собственников, она собственно и состоит из крупнейших собственников, а устойчивая экономика это экономика миллионов, но вот опыт полутора лет говорит, что не то, чтобы они враги этих миллионов мелких предпринимателей, они им мешают, я бы так сказал, вроде нет целенаправленно такого, знаете ли, вражды или войны, а просто как-то вот знаете, путаются под ногами и не дают возможности значит свои грандиозные планы реализовать, это очень опасная политика, которая как раз может привести к внутренним кризисам, потому что устойчивость страны это разнообразие, это многочисленность тех, кто генерирует доход. есть соображение, как раз недавно у меня была такая длинная дискуссия с политологами, они говорят, вот ты, то есть я, все время говоришь, что это вопрос даже не столько экономики, сколько цивилизационного выбора, и я так действительно говорю, что не надо нам считать, где выгодно, мы должны выбрать цивилизационно, куда мы хотим, в Европу или в Россию, потому что таможенный союз есть союз, в котором есть надгосударственные органы экономического управления, а если говорить, если отбросить идею цивилизационного выбора, хотя ее нельзя отбросить, то и тогда я могу сказать, что возможно в текущем плане на какие-то пару лет для крупнейших собственников это будет выгодно, операция, но в долгосрочном плане, когда вас запирают в определенных рамках, это невыгодно, это невыгодно, Европейский союз, рынок и сейчас, и на ближайшие десятилетия несопоставимо более крупный, начинается разговор о том, да, он-то крупный, но нас туда не пускают, не больше, чем других, просто никто на нас не рассматривают как объект благотворительности, надо бороться, без борьбы ничего не получается, а что, разве в таможенном союзе нас будет принимать благотворительно, нет, я хочу сказать, если в Европейском союзе царит закон, то в таможенном союзе царит воля сильнейшего, и поэтому я, например, туда бы не пошел. А вот по вашим ощущениям или партнерам куда наклоняемся? Ну, может быть, на наше счастье, но вообще я не один раз говорил, что интересы крупного капитала часто совпадают с интересами страны. Это не такой злодей, чувства крупного тотальные, просто капитал в целом это энергия, и как он ведет себя хорошо или плохо зависит от того, насколько власть определяет его, как бы сказать, границы. Так вот, в данной ситуации, по-видимому, интересы крупного капитала, которые представляет нынешняя власть, они противоречат идее таможенного союза, и поэтому представители этой власти весьма решительно отказываются от таможенного союза. Ну, вот совпали интересы, случайно или не случайно совпали. Ну, будем надеяться, что вы никогда с этой темой мы не переживем, а то, что все нас творили. Нет, до сих пор у нас был очень хороший разговор, а я хочу сказать, мы не переживаем как-то, а мы живем полноценной жизнью, и свойства украинцев жаловаться на жизнь я считаю не, ну, как сказать, оно выработано историей, но в числе того, чтобы мне хотелось поменять нашей действительности, это вот это свойство. Спасибо. Спасибо. До свидания. С вашего позволения будем завершать уже время. исчерпали. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Пожалуйста.